Накануне Нового года Барнаульский Дед Мороз и Снегурочка поделились с особенностями своей работы с корреспондентами информационного портала Толк. Как пришла идея заняться таким делом? Как вы находите клиентов? Много ли на данный момент заявок? Изматывает ли подобная работа? Были ли в работе какие-то экстремальные случаи или смешные? Об этом читайте на Толке. Как должны чистить дороги зимой, напоминают жителям Наукограда корреспонденты бийского рабочего, со слов экспертов ОНФ. Так вот, по ГОСТу проезжую часть дорог и улиц должны чистить от снега и льда за 3-6 часов. Привести в порядок обочины дорог коммунальной службы обязаны в течение 24 часов с момента окончания снегопада. Сколько часов дается на уборку тротуаров и пешеходных дорожек? Можно ли создавать снежные валы на обочинах и тротуарах? Читайте на страницах бийского рабочего. Бийскому подростку грозит уголовная статья за то, что пристыдил полицейского, пишет московский комсомолец на Алтае. Школьника возмутило, что сотрудник в форме не уступил место бабушке в автобусе. Пост об этом Максим Н. разместил на своей странице в социальной сети. Позже он сообщил, что по данному факту его вызвали на допрос, а также собираются завести уголовное дело за оскорбление представителя власти. Подробнее о том, какое наказание подросток может получить по этой статье на страницах московского комсомольца на Алтае. В Барнауле всех желающих бесплатно научат кататься на коньках. Мастер-классы профессиональной педагогии будут проводить с 1 по 7 января с 13 до 14 часов на открытом катке в парке Смертино. Для постоянных участников сделают паспорта, где будут фиксировать успехи учеников. На Рождество в парке состоится праздник. Лучших фигуристов сообщают аргументы и факты Алтае, наградят сертификатами на бесплатное посещение катка. Автографы легенд хоккея продают в Барнауле, причем почти за миллион рублей. Житель краевой столицы выставил в интернете объявление о продаже книги, в которой расписались легенды российского хоккея. Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владислав Третьяк и другие игроки ЦСКА. Автографы эти люди оставили в книге в далеком 75-м году, сообщает комсомольская правда Барнаул. И вот теперь, спустя 43 года, владелец просит за книгу с автографами 990 тысяч рублей. Возможно, для поклонников хоккея она станет настоящей находкой, ведь многих из тех, кто оставил автографы, уже нет в живых.